Ивановцы будут ездить на столичных троллейбусах. В МУППТ постепенно обновляют парк. Транспортные средства привозят из Москвы. Пусть они не новые, зато достались городу бесплатно. Мэр лично осмотрел прибывшие троллейбусы. 20 троллейбусов нам передает город Москва по соглашению, которое заключено между регионом и Ивановской областью. Эти троллейбусы, несмотря на то, что они поддержаны, позволят нам сохранить парк предприятия в достаточном объеме для того, чтобы оказывать услуги по перевозке пассажиров. Высокой угрозы банкротства, что было раньше, на предприятии сейчас нет. И подарки из столицы помогут ситуацию улучшить. По оптимистичным прогнозам, скоро МУППТ выйдет на тот уровень, когда сможет привлекать коммерческие кредиты. А пока задача – выпустить транспортные средства на линии в полной боевой готовности. Новоприбывшие троллейбусы, конечно, требуют ремонтных работ. Где-то подкрасить, где-то подшпаклевать, возможно, даже заменить сидение. Но, как уверяют специалисты, сделать все получится довольно быстро. Пока в МУППТ привезли три троллейбуса. Один из них уже прошел техническое обслуживание. Теперь очередь, как говорится, за косметическим ремонтом. В малярном цехе троллейбус окончательно приведут в порядок. Планируется выпустить, не выпустить, а полностью техническое состояние троллейбуса. Он будет готов к среде. Но там еще незначительные документы нужны. Это страховой полис, ОСАГО, ОСГОП. Ну, то есть, это понятно, да? Когда все это будет, тогда троллейбус готов. Встретился мэр и с работниками МУППТ. Рассказал о грядущих планах, поинтересовался мнением сотрудников. И, конечно, основными проблемами. Как всегда, самый острый и больной вопрос – о зарплатах. У нас с 2013 года повышения заработной платы не было. И вопрос второй. У нас статья 24 трудового кодекса предусматривает ежегодную интенсацию заработной платы. Причем для муниципальных служащих и федеральных служащих это предусмотрено законами, а для работников иных предусмотрены коллективные договоры. А на муниципальных предприятиях коллективными договорами, то есть индексация такая не предусматривается. Владимир Шарыпов отметил, индексации зарплаты не было даже у сотрудников администрации. У них уровень дохода примерно тот же. Притом из бюджета на поддержку ИПТ в прошлом году направили 250 миллионов. Это рекордная сумма. Что может повлиять у нас на повышение заработной платы? Только если мы при сохранении того же финансирования, которое оказывает город, потому что оно действительно становится для нас непосильным, уже, потому что такая же закредитованность у нас городского бюджета, мы можем перешагнуть уже в следующем году на внешнее управление со стороны субъекта по своим затратам. Нам надо бороться за пассажиров для того, чтобы увеличивать выручку предприятия, которую целиком, и мы, собственно, уже с комитетом это согласовали, она будет тратиться именно на увеличение оплаты сотрудников. Поговорили о том, как же все-таки заманить в троллейбус пассажиров. Проездные карты зарекомендовали себя неплохо. За последнее время около двух тысяч поездок. Возможно, на столичных троллейбусах ивановцам все же захочется ездить чаще.